Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами проведем один небольшой, но весьма познавательный эксперимент, целью которого будет выяснить, насколько сильно может пламя свечи или обыкновенной спички проводить ток. И сможет ли пламя или же те частицы, которые в этом пламени находятся, зажечь какую-нибудь лампочку. Несмотря на то, что на столе у меня стоит 100-ваттная лампочка вот в таком интересном патроне, я, конечно, использовать ее не буду. Для нашего эксперимента она слишком мощная, ведь ее вольфрамовая спираль потребляет очень большой ток, который вряд ли может протекать сквозь пламя свечи или спички. Я буду использовать современную светодиодную лампу. Это обыкновенная лампочка, которая ничем не хуже, но и ничем не лучше обыкновенной лампочки накаливания по части освещения. Но зато она более экономична и потребляет гораздо меньше энергии, а значит ток для ее питания нужен гораздо меньше. Для проведения эксперимента соберем небольшую экспериментальную установку. Так как в моем случае мы будем пользоваться напряжением 220 вольт, то я предупреждаю, самостоятельно такое не рекомендую делать. Ну что ж, продолжим. Итак, лампочку мы смонтировали вот в таком вот цоколе, огнеупорном, и теперь нам надо подготовить вполне научную установку. Установка будет состоять, конечно же, из контактов и опоры. В качестве опоры я буду использовать вот такую клеммную колодку, которая у меня есть от старого светильника. Это очень удобно. Для крепежа буду использовать вот такие вот небольшие болтики. Они как раз в эту клеммную колодку хорошо вкручиваются. А в качестве электродов я буду использовать вот такую обыкновенную скрепку. Конечно же, просто так скрепка мне не подойдет, и ее надо модернизировать. Разумеется, сперва скрепку надо разогнуть, сделать из нее более-менее ровную проволочку. Делается это с помощью щипцов, пассатижев, можно это делать пальцами. А потом с помощью обыкновенных кусачек я разделю эту скрепку на две примерно равные части. Откусив небольшой кусочек, надо придать форму, форму этим электродам. Для чего я придаю определенную форму кончикам этих электродов? Для того, чтобы с помощью болтиков можно было на основании нашей клеммной колодки эту скрепочку, а точнее электрод, сделанный у нас своими руками, закрепить. Что мы сейчас и сделаем. После операции у меня получились два вот таких вот замечательных электрода, которые я сейчас буду закреплять прямо у вас на глазах. Ну, закреплять, конечно, буду не на глазах, а на клеммной колодочке с помощью вот такой вот небольшой отвертки. Эти небольшие загибы, которые мы организовали, желательно, конечно, подсунуть под шайбу. И затем, с помощью отвертки, все это дело закрепить. Так у нас получился один электрод. Вот, уже готовый, закрепленный на основании. И закрепим таким же образом второй электрод. Когда я монтирую установку, нет разницы, соприкасаются эти электроды или нет. Ведь потом я буду регулировать зазор между ними. Потому что большой зазор навряд ли позволит протекать току. С помощью пассатиш я придал нужную форму электродам, так, чтобы они располагались друг над другом на очень небольшом расстоянии. На экране, я думаю, видно, что между электродами есть небольшой зазор. Большой зазор не даст возможности нормально провести такой эксперимент. Итак, наши электроды готовы. Теперь можно подключить лампочку и вилку для питания нашей установки от сети 220 вольт. Пользоваться такой колодкой очень удобно. У нее уже все предусмотрено. Осталось только вернуть болты на нужные места. Этим болтом я закрепляю контакт, идущий к лампочке. Второй болт будет прикреплять контакт, идущий к вилке, которую я буду включать в розетку 220 вольт. Еще раз предупреждаю, не рекомендую самостоятельно проводить такой эксперимент. Просто посмотрите то, что я показываю. Этого будет вполне достаточно. Выводы мы вместе с вами сделаем в комментариях. Вторую часть проводов, так как от лампочки идет два провода, так же, как и от вилки, я соединил, даже без изоленты, вот таким вот образом, чтобы контакт был достаточно надежный. Если это делать, конечно же, соблюдая все условия техники безопасности, то все контакты стоит изолировать. Используя свой богатый опыт, я могу позволить себе оставить эти контакты в том виде, как они есть. Потому как я знаю все методы для того, чтобы избежать поражения электрическим током. Ну, а для вас рекомендую этого не делать. Наша научно-экспериментальная установка практически готова к работе. И я включаю в розетку, чтобы убедиться, контакта между электродами нет. Но на всякий случай надо проверить, действительно ли все у нас правильно собрано. И я, выключив вилку из розетки, замыкаю с помощью металлического пинцета вот эти вот клеммы. Наверное, вот так вот сделаю. Чтобы проверить, все ли у нас в порядке. Будет ли лампочка светиться, если контакты замкнуты. Да, лампочка светится, значит мы все сделали верно. Выключаем вилочку из розетки, убираем пинцет. И еще раз предупреждаем, самостоятельно этого не делайте. Продолжим. Теперь, когда у нас все собрано, можно зажигать свечу и подносить пламя к этим вот электродам. Давайте я постараюсь разместить камеру так, чтобы все было хорошо видно. Сейчас электроды не замкнуты и лампочка не горит. Аккуратно, не прикасаясь к оголенным частям и проводникам, а также к крепежам, зажигаем спичку и подносим пламя прямо под электроды. Пламя охватило электроды, но никакого свечения мы, увы, не видим. То есть пламя, несмотря на то, что хорошо... И вот теперь появляется совсем другой эффект. Вы видите, что лампочка вспыхивает, а между электродами проскакивает искра. Сейчас мы это повторим крупным планом. Прежде чем покажу крупным планом и расскажу, мы убедились, что даже при небольшом расстоянии в пламени свечи ток не возник. Мы питаем всю установку переменным током. То есть ионы, которые пламя переносит вверх и вниз, даже возможно, не смогли позволить протекать току настолько мощному, чтобы загорелась вот эта светодиодная лампочка. Но через некоторое время мы увидели вспышки светодиодной лампочки и искры, происходящие вот здесь. Что это было? Сейчас я покажу это крупным планом и объясню. Хорошо видно, что на электродах образовалась сажа или копоть. Это частички угля, углерода, которые осели на металлических электродах и, конечно же, стали замыкать друг с другом. При сильном увеличении вы только что видели, какая большая бахрома наросла на эти электроды. И, конечно же, эти частички, подобно тем самым графеновым трубочкам или пылинкам, проводят ток, и наша светодиодная лампочка из-за этого делает некоторые вспышки, когда выгорает углерод. Давайте продолжим этот эксперимент. Вот они, те самые молнии, которые пробегают благодаря тому, что я закоптил электроды, и на них появилось слишком много угля, графита, или можно назвать графена. Примерно таким же образом получают графен. Ну, это условно, конечно. Маленькие частички углерода образуют небольшие цепочки, которые проводят ток. И в тот момент, когда они проводят ток, они очень сильно нагреваются и сгорают. Поэтому мы видим такую искру, вспышку или молнию. Сейчас я попробую еще сильнее закоптить электроды нашей установки в надежде на то, что копоти станет достаточно, чтобы образовать устойчивую связь электрическую, чтобы у нас лампочка полностью засветилась. Еще раз скажу, что эта лампочка очень маломощная и потребляет маленький ток, но даже его при напряжении в 220 вольт хватает, чтобы сгорали угольные нити. Увы, даже вот такое большое количество копоти не позволило зажечь лампочку на постоянное свечение. Так как мы с вами, ребята, люди любопытные и любознательные, я, конечно же, вернул лампочку на 100 ватт и решил попробовать, а что произойдет, если я буду проводить тот же самый эксперимент с мощной лампой накаливания. Давайте попробуем включить в розетку нашу установку и посмотреть, а будут ли вспышки такой вот мощной лампы и будут ли здесь протекать молнии, а также какие они будут. Что ж, пробуем. Я включил вилку в розетку, обращаю ваше внимание, чтобы вы подобного не делали, и продолжу коптить копотью вот эти электроды. Искры мы видим, искры летят, да. Но увидеть тот момент, кстати, только что, мне кажется, я видел, как моргнула лампочка. Давайте еще одну спичку потратим, завоняем уже всю кухню и вдруг у нас получится засветить 100 ваттную лампочку. По-моему, даже вы увидели на экране вспышку 100 ваттной лампочки. Да, ребята. Мы это сделали, мы это сумели. Мы зажгли 100 ваттную лампочку с помощью двух электродов и обыкновенной спички или свечки. Все то же самое можно было делать на пламени свечи. Но свечки слишком маленькие у меня нет, чтобы ее подставлять под эти электроды, а спичками пользоваться я умею. Ну и раз уж здесь мы проводим эксперименты, которые можно назвать домашней кухонной наукой, надо сделать некоторые научные выводы. Да, пламя свечи показало очень плохие результаты и оказалось неспособным зажечь светодиодную лампочку даже с очень маломощным потреблением. Но при этом мы выяснили, что если вдруг мы видим, что лампочки от пламени загораются, то виной всему не переносимые пламенем ионы, а именно кусочки сажи, кусочки угля, которые, обладая проводимостью, заставляют на некоторое время возникать цепочки, проводящие ток, которые и могут засветить не только светодиодную лампу или неоновую лампочку или светодиод, а даже лампу на 100 ватт. Это мощная лампа с достаточно низкоомной спиралью, которая мгновенно буквально пережигает эти мостики углеродные, но при этом умудряется даже зажечься. Итак, мы теперь точно знаем, что в пламени свечи или же в спичках, именно в пламени спичек или свечи, проводит электрический ток. Это частички сажи и углерода. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok